МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Каталония подкрепила референдум за бастовкой. Какой проснулась новая Испания?" После выдвижения в президенты Алексей Навальный оказался в тюрьме. Сколько сидеть оппозиционеру и почему начальник его штаба объявил голодовку? Ураганы практически уничтожили Пуэрто-Рико. Дональда Трампа обвиняют в бездействии, а он спорит. Кто он? Стивен Пэддок, застреливший 59 человек в Лас-Вегасе. Я знаю, вы хотите узнать, чем именно он руководствовался, что творилось у него в голове? Полиция пытается установить мотивы убийцы. Почему меняется пространство-время и как черные дыры космоса влияют на нас? Вручили Нобелевскую премию по физике. События дня в настоящем времени из Праги. Сергей Дорофеев, здравствуйте. Тысячи каталонцев вышли на протест. В регионе объявлена всеобщая забастовка к местам столкновений с полицией. Во время референдума люди несут цветы. Напомним, в воскресенье испанская полиция пыталась сорвать. Голосование о независимости региона плебисцит был объявлен незаконным. По данным каталонского правительства, пострадали около 900 человек. Из Барселоны. Дарья Гаврилова. Всеобщая забастовка в Каталонии. В городе закрыты почти все магазины и бизнесы. Вот, например, я сейчас нахожусь в воздушную компанию «Превиссора Генераль», которая во вторник должна работать. Но сегодня, как можете видеть, она закрыта и завешена решеткой, украшена граффити. Вы могли видеть, сзади было написано «Франко Авольд», это означает «Франко вернулся». Это такими специальными трафаретами, бастующие в каталонсе, отмечают на домах в знак протеста полицейскому произволу, который, по их мнению, здесь был в воскресенье 1 октября. Какой бы ни была ваша позиция, то, что произошло в Каталонии, неприемлемо. Неважно, хотите вы независимости или нет, мы должны требовать соблюдения наших прав. Я выступаю против полицейской жестокости. Национальная полиция избивала пожилых женщин, которые хотели проголосовать и осуществить свое избирательное право. Мы чувствуем себя покинутыми Евросоюзом. Они должны были что-то сказать о действиях полиции в воскресенье. Туристы, которые находятся в Барселоне сегодня, не могут не заметить забастовку, которая происходит, потому что действительно весь центр перекрыт бастующими, улицы перекрыты. И добраться куда-нибудь, кроме как пешком, достаточно сложно. Но это не самое важное. Самое важное, что перекрыты автострады и магистрали. И добраться до аэропорта сегодня практически невозможно. Сам аэропорт работает в штатном режиме, потому что огромное количество сотрудников там не каталонцы. Но, тем не менее, все те, кто не успели выехать в аэропорт до 9-10 часов утра, сейчас не могут до тут добраться, потому что не ходят автобусы, которые возят людей в аэропорт. Очень мало такси. А самое главное, что перекрыты дороги. Например, я вот стою посреди одной из крупнейших дорог в центре Барселоны, и на ней вместо машин сейчас ходят протестующие. И так происходит практически везде. Число погибших от рук стрелка в Лас-Вегасе возросло до 59. Еще 527 человек ранены. Полиция пытается установить мотивы 64-летнего убийцы, стрелявшего из номера отеля по гостям к антри-фестивалю. Полиция обнаружила в номере Стивена Пэдека 23 винтовки. Еще 20 единиц огнестрельного оружия, несколько тысяч патронов и взрывчатку нашли у пенсионера дома. Соседи ничего особенного в его поведении не замечали. Как я понимаю, он был очень тихим и держался особняком. Не знаю, как другие соседи, насколько хорошо они его знали. Можно было даже не знать, что он здесь. Только мусорные баки появлялись и исчезали. До выхода на пенсию Пэдек работал бухгалтером. Трудностей с деньгами у него не было. Зато были два легкомоторных самолета и лицензия пилота. Кроме того, соседи говорят, Пэдек был профессиональным игроком и часто ходил в казино. Когда он увлекся оружием, его семья не знает. Владелец оружейного магазина говорит, что Пэдек искал, чем заняться на пенсии. Он такой, совсем обычный. Ничего особенного. Просто нормально приходил, говорил, что недавно переехал, ходит по всем оружейным магазинам в районе. Нашел у нас то, что ему понравилось и пару раз еще приходил, пока не купил. Законы о ношении оружия в Неваде одни из самых мягких в стране. Там не нужно получать разрешение на покупку оружия, а уже купленные пистолеты не обязательно регистрировать. Не нужна владельцу и лицензия. Продавцы лишь просят предъявить документы и заполнить специальную анкету. Что Стивен Пэдек и сделал. Ответственность за действия пенсионера взяла на себя группировка «Исламское государство». Впрочем, ФБР отнеслось к заявлению ИГИЛ скептически. Я знаю, вы хотите узнать, чем именно он руководствовался, что творилось у него в голове и что он делал все время, за исключением последних двух недель. Обещаю, шериф все расскажет, как только мы проверим информацию. Нам не стоит выдавать непроверенные и ненадежные данные. Стивен Пэдек открыл огонь из автоматической винтовки с 32-го этажа гостиницы по участникам фестиваля кантри-музыки вечером в воскресенье. На концерт в тот день пришли около 20 тысяч человек. Свидетели говорят, они слышали не меньше 100 выстрелов. Полиция взорвала дверь в номер Пэдека, но стрелок успел покончить с собой до того, как его арестовали. После стрельбы в Лас-Вегасе сенаторы-демократы в очередной раз заговорили об ужесточении законов о ношении оружия. Впрочем, в Белом доме заявили, что менять законодательство пока рано. Есть определенное время и место для политических дебатов, но сейчас мы должны сплотиться, как одна страна. Расследование все еще продолжается, и мотивы стрелка выясняются. Говорить о политике, не зная всех фактов произошедшего, преждевременно. Статистика серьезных инцидентов со стрельбой в Соединенных Штатах в нашей справке. Более полутора тысяч серьезных инцидентов со стрельбой меньше, чем за пять лет. За это время погибли 1719 человек. Шесть с половиной тысяч были ранены. По данным архива Gun Violence, в среднем инциденты со стрельбой, в которых есть четыре или более пострадавших, в США случаются каждые девять из десяти дней. 1 октября, когда Стивен Пэддек расстрелял посетителей кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, в Лоуренсе, штат Канзас, стрелок убил трех человек и ранил еще двух. У американцев есть примерно 265 миллионов единиц огнестрельного оружия. Это больше одного пистолета на каждого взрослого человека. При этом, по данным исследований, половина этого оружия находится в руках 3% населения, людей, у которых в среднем по 17 пистолетов. Согласно результатам опросов, массовые убийства, подобные тому, что произошло в Лас-Вегасе, практически не влияют на общественное мнение в США. Количество сторонников и противников ужесточения контроля за оборотом оружия остается неизменным. Президент США Дональд Трамп приедет в Лас-Вегас завтра. Сегодня он отправится в Пуэрто-Рико. Жители острова борются с последствиями сразу двух ураганов – Ирмы и Марии. Тропические штормы практически разрушили остров. Нет электричества, связи и питьевой воды. В Пуэрто-Рико территория с особым статусом. По сути, государство во всем зависит от США. Еще в прошлом году пуэрториканские власти объявили о банкротстве. Долг острова составляет около 70 миллиардов долларов. В Пуэрто-Рико не хватает спасателей, даже элементарных медикаментов и гуманитарной помощи. Когда же мэр столицы острова обратилась за помощью к Вашингтону, Дональд Трамп обвинил ее в том, что она плохо управляет городом. В Пуэрто-Рико сейчас находится мой коллега Роман Мамонов. Узнаем у него подробности. Как ожидается, самолет американского президента приземлится в аэропорту Сан-Хуана примерно в полдень. После этого Дональд Трамп, возможно, облетит пострадавшие районы. Кроме того, встретится со спасателями, которые первыми пришли на помощь местным жителям, и, собственно, с пострадавшими в результате урагана Мария. Также Дональд Трамп проведет совещание с представителями властей и чрезвычайных служб, которые сейчас ведут работу на острове. Интересно, что навстречу приглашена и мэр Сан-Хуана, который Дональд Трамп активно критиковал в минувшие выходные в своем твиттере. Как подчеркивают в Белом доме, визит президента на остров должен подчеркнуть, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать Пуэрто-Рико в преодолении этого кризиса. Известно также, что Дональд Трамп предложил Конгрессу принять пакет об выделении примерно 13 миллиардов долларов с Пуэрто-Рико и другим территориям, пострадавшим от ураганов. Правозащитная организация Amnesty International выступила в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Его арест в заявлении назван новым свидетельством ограничения гражданских свобод в России. В Кремле также отреагировали на арест Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда правомерным, поскольку, цитата, «те, кто выступает с призывами на несанкционированные митинги, преследуются по закону». Подробнее о ситуации вокруг ареста Алексея Навального, наш корреспондент в Москве Анна Зелькина. Вот этот спецприемник номер 2 ГУВД Москвы Алексея Навального доставили после решения Симоновского суда. Здесь оппозиционер проведет уже ближайшие 19 дней. Навальному дали 20 суток административного ареста за неоднократные призывы к несогласованным митингам. Теперь он не сможет участвовать в крупной и пока несогласованной акции в Санкт-Петербурге на Марсовом поле в ближайшую субботу. Сразу после вынесения решения политик обратился к сторонникам в видеообращении, которое записал прямо в здании суда. Навальный призвал людей выходить на улицы в разных городах России в день рождения Владимира Путина 7 октября. Я не знаю, что это такое на самом деле. То ли это подарок на юбилей Путина, то ли они так сильно боятся наших митингов приема. Скорее всего, это другое. А возможно, главная причина заключается в том, что они просто уже сошли с ума, обнаглели от своей безнаказанности, от того, что просто вообразили себя богами. Политика в минувшую пятницу не допустили на якобы несогласованный митинг в Нижнем Новгороде. Навального задержали, когда он отправлялся на вокзал, откуда собирался уехать на встречу со сторонниками. Его продержали в отделе полиции почти 10 часов без составления протокола. Штаб Навального утверждает, что митинг в Нижнем был согласован, и что администрация сама предложила им площадку, но в последний момент отказала, заявив, что место занято под другое мероприятие. На улицу продолжайте участвовать в встречах с Навальным. В конце концов, вам не нужен Навальный для того, чтобы участвовать в встречах с Навальным. Ну, господи, я не говорю ничего такого, что вы не знаете. Арест Навального прервал его предвыборные поездки по российским регионам. Сначала местные власти предоставляли площадки для встречи политика со сторонниками. Но когда на акции стало приходить все больше людей, согласовывать проведение митинга стало намного труднее. Также в Санкт-Петербурге штаб Навального уже месяц пытается согласовать митинг. Ранее оппозиционер посетил Омск, Мурманск, Екатеринбург и Архангельск. Верховная Рада Украины во втором окончательном чтении проголосовала за судебную реформу. Обсуждение этой реформы оказалось одним из самых продолжительных и сложных в нынешнем созыве парламента. Примечательно, что за реформу вместе с парламентским большинством голосовала почти половина фракции оппозиционный блок. Все подробности расскажет Юлия Дрозд. Самый длинный законопроект в истории украинского парламента. Судебную реформу расписали на почти 800 страниц. Закон рассматривали неделю и в результате приняли почти 5000 поправок. Судебная реформа вносит ряд изменений в несколько кодексов и уже существующих законов. Теперь в Украине будет действовать единая инстанция для касации – обновленный Верховный суд. Появится суд по вопросам интеллектуальной собственности. Закон также запускает систему электронного обмена документами между участниками процесса. Комитет предлагает исключить все, что вызвало бурную дискуссию в сессионном зале. Все ошибки, даже орфографические, в тексте исправлены. Впрочем, ряд депутатов утверждают – многие поправки помешают работе Национального антикоррупционного бюро и создадут ряд коррупционных рисков. Законом предусмотрено, что если досудебное следствие не завершается за 6 месяцев, оно останавливается. Наш коллега из самопомощи снял на видео кнопкодавство и показал спикеру по рубию. Но, как я понимаю, никакого эффекта это не дало. Новый закон еще должен утвердить президент. Также его одобрение ждет новый состав Верховного суда. Это 111 кандидатов, отобранных в ходе конкурса. Однако, Общественный совет при конкурсной комиссии призвал президента не назначать судей. Так как, по мнению активистов, 25 кандидатов не соответствуют требованиям, а сам конкурс проводился с нарушениями. Общественный совет призвал Петра Порошенко инициировать международный аудит и устранить недостатки при отборе судей. Юлия Дроз, Настоящее время. Экс-мэра Славянска Нелли Штепу, обвиняемую в содействии боевикам так называемых ДНР и ЛНР, и посягательстве на территориальную целостность Украины, выпустили из-под стражи. Адвокаты Штепа называют это маленькой победой, а прокуратура уверена, на свободе Штепа пробудет недолго. Подробнее Ольга Калиниченко. Нелли Штепа, бывший мэр Славянска, обвиняемая в помощи сепаратистам, размахивает украинским флагом. Экс-мэр Славянска, просидевшая три года в СИЗО, вышла на свободу. Точнее, под круглосуточный домашний арест. Так как прописано, Штепа не у себя дома, а у подруги, там и живет. Всем пришедшим проведать рассказывает, как страшно в СИЗО. Мы не купались. Выводят людей купаться два раза в неделю. Вот какое-то последнее время поломался носок. Даже не выводили женщин купаться, потому что вообще никого не выводили купаться. Так долго Штепа просидела в СИЗО из-за затянутого судебного процесса. Состав судей менялся четыре раза. Штепа уверяет, длительное содержание в сырых стенах дали серьезное осложнение на здоровье. Меня обследовали и у меня в легких там жидкости. И назначили мне дренажный массаж. И уже 14 дней антибиотики. Несмотря на то, что статья о сепаратизме предусматривает только содержание под стражей, адвокатам удалось добиться с помощью Европейского суда по правам человека освобождение Штепы. Основная улика против Штепы – видеоинтервью, которое она дала российскому телевидению в первые дни захвата в Славянском. В нем она открыто благодарит Путина за захват Крыма и за то, что он остановил правый сектор. На камеру призывает к референдуму. Они победят, и правый сектор, и военных, они всех здесь победят. В суде Нелли Штепа доказывает, что видео смонтировано, а все, что она сказала, было под давлением. Якобы боевики заставили ее силой наговорить на камеру заученный текст. Но прокуратура так не думает. Страна обвинения уверяет, собранных доказательств более чем достаточно, чтобы доказать вину Нелли Штепы. Всех подробностей пока не раскрывают, но уверяют, смогут убедить суд. У нас есть результаты лингвистической экспертизы, психологической экспертизы, и эти результаты будут оглашены в суде. И я думаю, они дадут четкий ответ, что касается и психологического состояния человека, который дает это интервью, и конкретно того, что там сказано. Сейчас судебный процесс с новым составом судей идет быстрее, чем раньше. Заседания проходят почти каждый день. Штепа исправно на них приезжает из Славянска 150 километров в Харьков. С бывшим мэром приезжают свидетели, сторонники Штепы. Прокуратура готовится к дебатам. Следователи уверены, сепаратистскую деятельность бывшего мэра доказать удастся. В случае обвинительного приговора ей грозит от 15 лет до пожизненного. Ольга Каличенко, Евгений Климентев. Настоящее время. Харьков. Славянск. Настоящее время из Праги. Смотрите далее. Фейсбук отчитался перед Конгрессом о российской рекламе на выборах в США, что увидели 10 миллионов человек. Почему меняется пространство-время и как черные дыры космоса влияют на нас? Вручили Нобелевскую премию по физике. В США скончался американский рок-музыкант Том Петти. Новый посол США в России Джон Хансман официально приступил к исполнению своих обязанностей. Началом каденции посла стала церемония вручения веритных грамот, которая прошла сегодня в Кремле. Джон Хансман вручил документ Владимиру Путину вместе с еще 20 назначенными в последнее время представителями иностранных государств в Москве. Выступая перед дипломатами, Владимир Путин окончательно отдельно обратился к послу США, начав соболезнования в связи с трагедией в Лас-Вегасе. Что же касается двусторонних отношений с Соединенными Штатами, то их нынешний уровень не может вызывать удовлетворение. Выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительные следования принципов равенства, уважения национальных интересов, невмешательства во внутренние дела. Джон Хансман – опытный американский политик. В разные годы он был губернатором штата Юта, послом в Сингапуре и Китае. Перед назначением во время слушаний в Конгрессе Хансман резко критиковал Россию за вмешательство в американские выборы и дестабилизацию в различных регионах мира. Джон Хансман стал восьмым послом Соединенных Штатов в России после развала СССР. 3000 постов в Facebook, которые могли иметь российское происхождение, переданы на рассмотрение профильным комитетом Американского Конгресса. В рамках расследования возможного вмешательства России в выборы президента США особое внимание уделяется социальным сетям. По данным Facebook, около 10 миллионов пользователей в США посмотрели политическую рекламу, которую размещали, в частности, с помощью фейковых аккаунтов. Большинство объявлений не касалось выборов напрямую, однако было посвящено социальным проблемам, расовым противоречиям, контролю над оборотом оружия и нелегальной миграции. В руководстве Facebook отметили, что компания просто физически не может выявлять подозрительные рекламные объявления до их публикации. Москва любое обвинение во вмешательстве в американские выборы продолжает отрицать. Далее. Парламент Армении обсуждает вопрос о возможном выходе страны из Евразийского экономического союза. По мнению депутатов от оппозиционной фракции «Исход», участие Армении в этой организации оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие, в частности, провоцирует трудности в отношениях с другими странами. Однако политолог Армен Григорян полагает, что у властей есть веские причины блокировать инициативу ряда парламентариев. Я уверен, что нынешние армянские власти во главе с Сержем Савксяном никогда не примут решение о выходе Армении из состава Евразийского. Однако, если предположить, что проект будет одобрен, то реакция России будет однозначно отрицательной и, может, даже панической. Однако Россия пока спокойна, потому что не видит реальных процессов, которые могут привести к выходу Армении из структуры. Стоит отметить, фракцию «Исход» представляют в Национальном собрании лишь 9 депутатов, и добиться принятия предложения о выходе из Евразийского экономического союза им будет крайне сложно. Сегодня присудили Нобелевскую премию по физике. Ее разделили трое американских ученых Райнер Вайс, Кип Торн и Берри Бариш. Они разработали детектор гравитационных волн и доказали, что эти волны, о чем писал еще Эйнштейн, существуют. Ученые даже измерили их. Если бросить в воду камень, от него по поверхности расходятся круги, волны. Примерно так же, только в пространстве, точнее, по пространству времени, бегут уже гравитационные волны. Измерить их трудно. На протяжении последних 50 лет люди пытались это сделать, и вот у них получилось. Построили специальный детектор, которому удалось зафиксировать слияние двух черных дыр массой десятки Солнц в миллиарде световых лет от Земли. Это слияние даже можно услышать. Гравитационные волны меняют размеры пространства, предметов. Так, при помощи лазера исследователи измеряли длину 4-километровых тоннелей. Под влиянием гравитационных волн они уменьшались и увеличивались. Длина менялась примерно в пределах одного протона. Чтобы лучше понять, если бы взяли стержень огромной длины в один секс-тиллион метров и подвергли его гравитационным волнам, его длина сокращалась бы на 5 миллиметров. О значении открытия американских ученых для мировой науки мы спросили у астрофизика Сергея Попова. Мир уже не будет прежним, потому что мы точно знаем, что есть гравитационные волны, мы их можем регистрировать, мы можем изучать черные дыры. И сразу ждать от этого какого-то новой примочки к айфону 11 – это немножко неправильный подход, мне кажется. Полное интервью с физиком Сергеем Поповым смотрите сегодня в программе «Час Тимура Олевского» в 9 вечера по Москве и Киеву. Американский музыкант Том Петти умер сегодня ночью в Лос-Анджелесе. Ему было 66 лет. За месяц до смерти он завершил большой концертный тур, посвященный 40-летию его группы Headbreakers. В одном из недавних интервью Том Петти признавался, что больше с музыкантами уже не поедет через всю страну. Говорил, нам уже всем по 70, у меня внучка и хотелось бы проводить время с ней. Мои коллеги о жизни легендарного музыканта. Том Петти родился в маленьком городе Гейнсвилл во Флориде в 1950 году. Его жизнь изменилась, когда он увидел выступление Битлз в телешоу Эда Салливана. Тому Петти было в тот момент 14 лет, и он понял, чему хочет посвятить свою жизнь. Я хотел заниматься музыкой, и меня совершенно не увлекала перспектива ходить на работу. Несколько раз я устраивался на работу, но не мог относиться к делу серьезно, и меня увольняли. Его первая группа играла традиционную музыку американского юга – кантри и блюграсс. Впрочем, наиболее точный термин того, что делал Петти на протяжении всей своей музыкальной карьеры – «Американо» – гремучая смесь из фолк-музыки, ритм-н-блюза и, конечно же, рок-н-дролла. Я всегда чувствовал, что происходит вокруг. Это началось еще в молодости, с появлением пристрастия к коллекционированию пластинок. Я знал обо всех новинках. Я приходил в музыкальный магазин и говорил «Чувак, ты же отложишь для меня кое-что». В середине 70-х на тома Петти и его музыкантов наконец-то обратили внимание не только слушатели и представители рекорд-лейблов, но и старшие коллеги по рок-н-ролльному цеху. Петти на протяжении нескольких лет аккомпанирует Бубу Дилану, записывает два альбома с Роем Орбисоном и Джорджем Харрисоном. Он сразу стал моим закадычным приятелем. Было неловко. Я говорил ему «Как мы будем работать вместе? Ты же битл». А он отвечал «Да ну и что? Это давно было». Это было именно то, что мне нужно. Старший брат, которого у меня никогда не было. В 2000-х том Петти, несмотря на некоторую старомодность своей музыки, продолжает записывать альбомы, давать концерты и вести свое ток-шоу. Беседы тома с крутыми людьми. Если бы кто-нибудь сказал мне «Ты больше не можешь шастать вокруг усилителей и барабанов», я бы почувствовал себя ужасно. Но не думаю, что концертная жизнь продлится до бесконечности. Мой запас времени ограничен. У меня нет впереди 20 лет на создание новых песен. Я еще многое хочу успеть. И мои песни переживут меня. На этом все. Таким был этот вторник. Наши выпуски доступны на сайте currenttime.tv, в YouTube и мобильном приложении. В настоящее время Сергей Дорофеев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова